Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Слово великого полководца Александра Суворова стимулирует уже 11-й год подряд поисковый отряд «Майдан-Жолы». Простые заводчане каждую весну бросают все и едут на места былых сражений, чтобы попытаться найти и придать земле останки солдат. В этом году они поехали в Ленинградскую область, где воевали и тысячами погибали казахстанцы. Наш корреспондент Асхатнязов тоже отправился на вахту памяти. Наложенные на монтаже немецкой речи звуки стрельбы. Вот в принципе и все, что нужно добавить для передачи атмосферы, которая царила в этих лесах еще каких-то 75 лет назад. Мы специально не стали накладывать черно-белый фильтр, чтобы не было ощущения, что все это старое кино. Это была реальная жизнь воевавших солдат. До тогда еще Ленинграда, отсюда километров 50. Ления той самой блокады города проходила как раз таки здесь. Одна из легендарных Синявинских высот. 43,5 метра над уровнем Балтийского моря. Посмотрите, какая хорошая позиция. Именно здесь приняла боевое крещение 310-я дивизия, сформированная в Акмолинске. Во время войны этого леса и этих деревьев не было. Поэтому с этого наблюдательного пункта очень хорошо просматривались позиции немцев. Это была стратегическая высота. Помимо 310-я здесь воевала 314-я стрелковая дивизия, сформированная в Петропавловске. Она насчитывала почти 11 тысяч воинов, однако к концу войны на родину вернулись чуть больше трех тысяч. Точную цифру, сколько именно казахстанцев погибло в этих местах, назвать можно будет не скоро, а может вообще никогда. Подняли здесь 40 солдат. 40 солдат? 40 солдат в одной. В одной они были воронки. Получается, это было санитарное захоронение. Бессменный командир поискового отряда «Майдан-Жилы» рассказывает про свой первый поход, который прошел больше 10 лет назад в этих же лесах. Отряд состоит из сотрудников Павлодарского электролизного завода, и как раз-таки в районе Синявина воевали около 4 тысяч павлодарцев. Поэтому у каждого нашлись причины бросить все и приехать. У меня дедушка погиб через три месяца начала войны, мамин отец, и пришла бумажка, просто погиб. Где, что, без вести пропавший. В этом году к отряду присоединилось и молодое поколение. Сколько тебе лет? 16. Ты еще в школе учишь? Еще в школе, да. В 10 класс. Зачем ты здесь? Отдать долг, почтить память предков, которые отдали жизни здесь. Встречали мы здесь и еще моложе. Правда, это уже местные жители, и, судя по всему, цели у них немного другие. Найти кого мы хотим, самое главное? Пистолет. Пистолет ты хочешь найти? Да. А зачем тебе пистолет? Хочу стрелять. Кого? Волков. С помощью металлоискателей и интуиции поисковики ищут следы войны. А их здесь, как вы можете видеть, много. То воронка от взрыва, то бесконечные траншеи. Порой откопанные находки бывают очень неожиданными. Война идет, бои кругом. Зачем солдатам утюг? Это, по-видимому, не солдата, это, по-видимому, офицера. Он, видно, хотел где-то там, перед старшим командованием, где-то выйти, обратиться. Утюг, каски, патроны. Но в этот раз можно гордиться действительно уникальной находкой. Пулемет Льюиса, образца 1913 года. Уникальная находка, во-первых, потому что такое оружие само по себе производилось в ограниченных количествах. Ну а еще и поднять его из-под земли спустя 75 лет в таком состоянии – большая удача. На пулемете сохранились даже пластиковые ручки. Стояли российские отряды по пути. Они выбежали, начали смотреть, фоткаться и спрашивать, где нашли. Ну, эмоции. Давайте обмен сразу. Да. Мы вам что-нибудь заняли. Что предлагали за пулемет? Ящик фотки. И, конечно, самая главная находка – цель любой экспедиции. На языке поисковиков это называется «поднять бойца». Медальонов и других опознавательных документов при нем не было. Однако удалось найти личные вещи. Часть ложки, опасная бритва и вот такая вот керамическая игрушка. Возможно, даже он делал для детей домой, чтобы отправить. Либо из дома ему прислали на фронт. Свистулька. Затем останки найденного солдата поисковики захоронили как положено. А пулемет передадут в музей. Такой, например, как музей «Панорама прорыв» в Ленинградской области. Здесь не только хранятся найденные трофеи, но и на площади в 500 квадратных метров развернута картина драматических событий одной из операций по прорыву блокады Ленинграда. Нужно отдать должное. Создателям этого шедевра детализация такая, что мурашки по коже. Здесь мы повстречали одного из ветеранов Великой Отечественной войны, который рассказал нам о тех, с кем ему посчастливилось воевать. Значит, положим самые храмы, считай, это грузины, татары и казахи. Самые храмы? Самые. Самые. Абсолютно. А казахи – это ребята такие, что люди на коне. Это уже город Кингисепп, стоящий практически на границе с Эстонией. Так сразу и не скажешь, что этот уютный городок в прямом смысле стоит на костях погибших солдат. И вот мы с детьми бегали, и споткнешься вдруг оба что-то. Ну, мяч в сторону, интересно, что там такое белое. Начинаешь копать руками, у нас несколько человек. Одна кость, вторая, третья, череп. В Кингисеппском районе шли самые продолжительные бои за всю историю Великой Отечественной. С июля 41 по июль 44. И освободила этот город наша 314-я дивизия, за что ей было присвоено почетное звание Кингисеппская. Поэтому власти города без всяких проблем предоставили место под памятник в честь воинов-казахстанцев. Правда, сам гранитный камень был изготовлен за счет спонсоров из Казахстана. На торжественном открытии собрались местные жители, школьники, чиновники и, конечно, ветераны войны, которые, бросив трости, отдавали честь во время гимна Казахстана. Благодаря советским солдатам, которые на фронте никогда не делились на национальности, наше поколение не знает, что такое война. Благодаря бойцам, которые пали на подступах к Ленинграду, петербургские дети в войну только играют и из оружия стреляют в тире. А члены поискового отряда Майдан-Жулы, опять же, благодаря советским солдатам, имеют возможность приезжать каждый год сюда, чтобы отдать свой долг и поднять из земли не только останки погибших, но и их душу. Иначе зачем они здесь? Асхат Нязов, Нургалима Мурбаев, Хабар, 24, Ленинградская область.